Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Франции до Малайзии. С вами авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. И также у нас сегодня в гостях наша коллега Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода» и профессиональная любительница шампанского вина с большим опытом. Все, кто нас слушает, наверняка догадались, о чем мы сегодня собрались беседовать. Как ни забавно и печально одновременно, несколько дней назад Госдума России приняла, Совет Федерации утвердил, а президент Владимир Путин подписал поправки к закону об алкогольной продукции, в соответствии с которыми шампанским может называться теперь только продукция российских производителей. А шампанское, производимое во французском историческом регионе Шампань, так же, как и другие импортные алкогольные напитки того же типа, отныне можно продавать в России, похожее, лишь под названием «игристое вино». Но французам нужно время, разумеется, чтобы заново сертифицировать свой напиток, поменять этикетки в соответствии с новым законом. И, разумеется, уже есть ответная реакция. Французские производители шампанского, возмущенные новым российским законом, призвали высшие дипломатические инстанции Франции и Европейского Союза отреагировать на действия России. Вот такая цитата. «Жители Шампании обращаются к французской европейской дипломатии с просьбой добиться изменения нового российского закона». И это говорится в пресс-релизе Комитета Шампании, опубликованном 5 июля. Эта организация объединяет виноделов региона и производителей шампанского. Французы при этом подчеркивают, что вот этот новый российский закон, цитата, «ставит под сомнение более чем 20-летние двусторонние переговоры между Европейским Союзом и Россией о защите названий по месту происхождения товаров». Ну и, конечно, французская сторона просто обращает внимание на главное, на то, что наименование «шампань» сохраняется и давно живет, и все воспринимают это как само разумеющееся, и не может никак быть иначе, более чем в 120 государствах мира. Вообще в этом законе много интересного. Он вводит, например, понятие «коньяк России». То есть, несмотря на то, что само наименование «коньяк» десятилетиями защищено на международном рынке, и все, что в мире делается не в определенном маленьком регионе Франции, из виноградного спирта и там же выдерживается в дубовых бочках, может называться лишь «бренди» или как-то еще, ну, в той же Франции, например, «арманьяк», или не менее знаменитый «бренди де Херес» в Испании. Так вот, несмотря на это, Россия продолжает национал-патриотически держаться за старые советские названия. И все это автохтонное российское виноделие, и тут же появившиеся якобы исследования неких ученых, что вроде бы вся вообще испанская лоза и производимое из нее вино, от Риохи до Мансонильи и Амантильяда, все они имеют русское происхождение. Ирина Ярослав, я вообще, конечно, с трудом могу себе представить, что хоть какой-то заметный процент россиян регулярно пьет маэты, дом переньон, но однако эта новость произвела фурор, она породила массу споров, шуток, ссор даже, она на самом деле стала такой народной новостью и как-то прямо всех затронула. Ну, понятное дело, тут и выпивка, и политика, вот уж точно, вот я позволю себе скаламбурить в одной бутылке. Так вот, что очень важно, таких на самом деле законов, таких национал-политических споров между соседями и таких давних, иногда очень непримиримых конфликтов в новейшей истории вообще всего мира очень много. И это только об алкогольных напитках, в первую очередь, да, и еще, может быть, о еде, о десертах и сладостях очень много, и лишь в кулинарно-гастрономической области, я сейчас других вообще не касаюсь. Так вот, давайте поговорим обо всем об этом, о войнах брендов и защищенных названий. Об этом пойдет речь в нашем сегодняшнем выпуске. Ирина Лагунина, первый вопрос к вам для начала. Ну, когда мы готовились к этой беседе, вы так удачно напомнили мне, как такого рода обсуждения и даже слухи, ну, когда речь идет о чем-то таком, что вот нам вот эти что-то сейчас там пить запретят, они могут влиять на важнейшие политические решения избирателей. А именно, речь шла, насколько я помню, о Джине и Великобритании в 90-е годы прошлого века. Ну, Саша, в тот момент я была на программе тренинга BBC, и это просто все происходило перед моими глазами. Великобритания обсуждала, очень жарко обсуждала на самом деле, стоит ли вступать в ЕС и каковы будут последствия. Последствия обсуждались от того, в какой одежде будет находиться шеф на кухне, до того, что якобы ЕС ведет какие-то специальные головные уборы, до именно джина. И вот джин в каждом баре, на каждой пирушке, просто на улице. Люди обсуждали на полном серьезе, что Европейский Союз немедленно обяжет производителей джина британских разливать джин в круглые бутылки, а не в квадратные. И это вызывало просто бурю негодования. Ну, как можно себе представить Bombay Sapphire или Befeater не в квадратной бутылке, а в круглой? И это на самом деле всерьез влияло на отношение британцев к ЕС. Ну, вы знаете, чем это все закончилось, естественно. Ну, то есть это была не хохма в каком-то своем кругу анекдота, это была вот такая вещь общественного дискурса. Это был общенациональный миф, который глубоко раздражал и ущемлял интересы простых британцев. А там было все однозначно? Все были за квадратные бутылки? Или как в путешествиях Гульвера, круглобутылочники и квадратные бутылки? Нет, ну, когда речь идет о национальной гордости в виде квадратной бутылки, выбора нет. Нельзя в этот момент поддержать какую-то тривиальную круглобутылку. Ну, просто таки, как находясь в пабе, невозможно, не знаю, плюнуть, не дай бог, конечно, в портрет британской королевы. Вот так же невозможно, чтобы какой-то европеец нам рассказывал, из каких круглых или квадратных бутылок нам пить. То есть это был предмет национальной гордости. Естественно, невозможно назвать в британском баре картофельные чипсы, которые по-британски криспс, чипсами. Потому что чипсы — это американский. То есть за это могут и в морду дать, в шутку говоря. Ирина, ну хорошо, возвращаясь к главному поводу нашего разговора. Вот как вы думаете, кто прав, в общем-то, российские парламентарии или французские виноделы? То есть должна ли Россия соблюдать общемировые правила и придерживаться общей практики? Или ей в прямом смысле слова чужой закон не писан? Как он не писан, может быть, и другим каким-то государством, в том числе и западноевропейским. Можно вспомнить те же 90-е годы, ну, допустим, так называемые тресковые войны между Норвегией, Испанией, Португалией. И Британия там была замешана. Смотрите, в Советском Союзе, ну, даже и все помнят книгу Микояновскую, да, «Вкусная и здоровая пища». Там были совершенно удивительные фотографии, одна из самых удивительных. Там даже советский виски был. Что уж там, коньяк или шампанское. Получается, что исторически Россия, которая все больше и больше нынешняя отождествляет себя, особенно в такой вот культурной преемственности с Советским Союзом, вот им наплевать, что тут речь-то, в общем, идет не просто о названии, а они выглядят смешно, потому что речь идет об очень конкретной географии. Тут ни слова виски, тут ведь шампань. Это французская историческая область с четкими границами. Саша, не все так просто на самом деле, потому что, да, действительно, любое шампанское – это игристое вино, но не любое игристое вино – это шампанское. Это правда. В том, что касается советского шампанского, у него вообще достаточно любопытная история. Оно же зародилось изначально в Российской империи, в местечке Абрау-Дюрсо, где, кстати, до сих пор производится. Оно зародилось из нормальных виноградников, из нормальной лозы. Оно полностью выдерживало требования шампань. И, в общем, его, по свидетельству очевидцев, было трудно отличить от того, что производится в провинции шампань. Сам Николай II тоже называл его шампанским. Хотя, когда знать, спросила его подать, говорили просто Абрау-Дюрсо. Мне бокал Абрау-Дюрсо. Не говорили, мне бокал шампанского. Но оно было очень хорошее по своим характеристикам. Что случилось дальше? Дальше случился Советский Союз. И это стало народным напитком. И когда это, вот то, что называется шампанским сейчас в России, стало народным напитком, то уже, конечно, ни о каком соблюдении технологий речи не могло быть. Шампанское выдерживается в бутылках. Начнем с этого. То, что стали производить для трудящихся, в бутылках уже не выдерживалось. Оно бродило в стальных канистрах. Шампанское подразумевает использование только семи видов винограда. И наиболее часто употребляемые три вида. Это шардоне, это пиноу-нуар и это пиноу-минье. Все. Из чего производится советское шампанское, мы можем только догадываться. Но это был своего рода напиток Сталина. Сталин решил после отмены сухого закона в 1924 году, советская Россия начала возрождать производство вин. Но в конце 20-х годов Сталин решил, что нет, нужно преподнести народу настоящий праздник, настоящий напиток праздника. И вот тогда была разработана эта технология так называемого советского шампанского. Но, сказав все это и отметив, что никаким стандартам советское шампанское не отвечает с точки зрения шампанских вин, я должна сказать, что шампанское в Франции защищено не только торговой маркой, оно защищено Версальским договором. Тем самым Версальским договором. Тем самым Версальским договором. В 1918 году. В 1918 году. Именно так. Один из пунктов договора обязал Германию отказаться навсегда от использования названия шампанское. И теперь мы знаем, что игристая немецкая называется сект. Так же, как и чешская, например. Игристая тоже называется bohemian sect. То есть это было такое последнее унижение побежденных. Да. Но дело в том, что, да, советская Россия там не присутствовала, да, не пригласили. Но все остальные подписали. Подписали и Соединенные Штаты. Однако мы до сих пор можем иногда видеть калифорнийское шампанское. И там написано шампань. И там написано шампань. Да. Калифорнийское шампанское выпускается. Не в таком массовом количестве, как советское. Но отдельные бутылки есть. И они есть в продаже. Почему? Потому что по одной простой причине. Несмотря на то, что Соединенные Штаты подписали Версальский договор, они никогда его не ратифицировали. Но Франция не бьет тревогу, потому что, ну, это штучное производство. Ну, насколько мне известно, французские виноделы и рестораторы в Париже, тот продукт, который производится под этим названием в России или в Украине, они просто придумали давно свой термин. Они называют его русским, игристым. Почему? Потому что, в первую очередь, оно сладкое. Шампанское. Это главное отличие. То, к чему привыкли, особенно поколения наших пап, мам, бабушек и дедушек. Они не могут пить вот эту французскую кислятель. Им подавай послаще. Вот что забавно. Да, конечно, сладкое. Но есть и просека сладкая, например. Тоже ничего страшного в этом нет. Разный вкус. Да, в России, в Советском Союзе больше любили, конечно, послаще. Ну, и Сталин, кстати, сам по легенде тоже, когда первый раз попробовал шампанское, произведенное специально для него, оно ему якобы не понравилось. И именно из-за того, что оно было кислое, потом ему подмешали туда ликер. Опять-таки, по легенде. Вроде как ему понравилось. Представили ему как новый сорт, и вроде как ему понравилось. И с тех пор, значит, все это пошло в сладком виде. Но торговая марка российская гристая и советская гристая, это как раз была уловка, чтобы продавать экспортный вариант советского шампанского. Более того, внутри Советского Союза и внутри России была договоренность с Францией, что Россия может оставить это название, но только кириллицей. Все то, что латиницей, уже просто спарклинг, уже игристое. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Сегодня у нас в гостях международный обозреватель радио «Свобода» Ирина Лагунина. И мы говорим о национал-политических и исторических войнах брендов и защищенных названий, но в первую очередь применительно, конечно, к алкогольным напиткам. Очень скоро мы к вам вернемся. Путин не изменится, он Путиным будет. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересна и россиянам, и о России, которая интересует американцев. Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое. Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульмально, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира», и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы с нашей коллегой Ириной Лагуниной продолжаем разговор об исторических и национально-политических спорах и войнах брендов в кулинарно-гастрономической области. Мы обсуждали шампанское, теперь предлагаю поднять градус. Поговорить о виске, я лично сам небольшой любитель этого напитка и не очень хорошо в нем разбираюсь, поэтому у меня в голове часто путаются вот эти понятия. Виски, бурбон, сингл-молд. Насколько я знаю, там тоже все непросто. И вокруг этих названий, этого напитка, тоже было много разных трений, конфликтов. В чем там дело? Коротко говоря, виски – это интернациональное название определенного продукта. Как бы на брендирование, на авторское право на него никто не претендует. Сингл-молд – то же самое. Может быть, это многих удивит, но сингл-молд могут производить где угодно. Говорят, что даже производят его в Египте. Я не пробовал, никому не советую, разумеется, но он там есть. А вот точно название с авторским правом на географическое происхождение – это шотландский сингл-молд, скотч-сингл-молд. И там совершенно четкие есть критерии, каноны, что им таковым может называться. И большинство шотландских винокурин, которых сотни, на самом деле производить его не могут. За это право надо очень долго добиваться. Я не буду сейчас пересказывать всю технологию. Мы, собственно, говорим не об этом. Желающие могут найти это где угодно. Но вот бурбон, который вы упомянули, чисто американское изобретение, там было немало таких очень политических штрихов. Вот что называется баталии, которым приводит алкоголь. Бурбон, во-первых, это не ячменный солод, а кукурузный. То есть это то же самое, что виски, и это и есть виски, подвид виски, но производится он из кукурузы. Название очень интересное. Разумеется, во Франции обожают говорить, что, конечно же, в честь династии французских королей, или испанских в том числе тоже, бурбон было названо графство в штате, или каунти, или округ, говоря современным языком, в штате Кентукки в свое время. И, собственно, там, поскольку этот тот самый бурбон, ну, примерно со времен плюс-минус американской революции производят, и там базируется большинство нынешних производителей, ну, такая французская национал, тоже такая патриотическая гордость. И смотрите-ка, и этому мы, вроде бы, как американцев научили. Хорошее название, значит, и напиток хороший. Ну, в пику англичанам и шотландцам с их виски, которые из ячменя. Есть вот такая смешная версия, там один пастор, вроде бы, как бы, в одном городке в 1789 году сам стал дистиллировать вот этот напиток для своих прихожан. И в мыслях о, так сказать, высоком религии о боге ему пришла и такая идея выдерживать перебродившую кукурузную кашу, которая уже испортилась, но которая была одной из основных блюд на столе колонистов. Ну, чтобы добро не пропадало, выдерживать в бочках из-под рыбы, именно чтобы вот посмотреть, что там получится. А поскольку бочки воняли тухлятиной, он решил их сначала обжигать изнутри. Ну, пускай лучше бы воняет углем. В результате пастор и прихожане заметили, что вот эта вот необопротивная смесь тухлой каши и бочек из-под тухлой рыбы дает совершенно изумительный напиток, выдержанный в бочке. Вот он приобретает насыщенный, характерный вот этот необычный вкус. И все это продолжалось до моментов обретения независимости, когда первому президенту США Джорджу Вашингтону понадобились деньги, конечно, после всего вот на фоне того процесса, который происходил. Он был, как известно, трезвенник. Ну, не то чтобы не пил совсем, но неодобрительно очень относился к любому спиртому, как религиозный очень человек. Он решил поднять очень сильно налоги на любое производство алкоголя. В Пенсильвании, в Кентакии и везде там началось восстание из-за спиртного, потому что люди хотели пить, сами это делать, ничего не привозить. И, конечно, вот эти неподъемные какие-то сборы, они не готовы были заплатить. Это восстание длилось три года. Для его подавления Вашингтон послал армию, которую сам возглавил. Вот такая страница американской истории, о которой не все знают. 15 тысяч солдат во главе с первым президентом пришли в Кентукки. И восстание фермеров все-таки решили как-то прекратить. Но самые лучшие производители, вот у которых такой rebel stand дух, они ушли в апалачи в горы штата Кентакки. И вот до сих пор в мифах, в книгах, в американской истории, даже фильмы об этом снят, например, один. Самый пьяный округ в мире. Есть такой миф, что там вот где-то в глухих лесах скрываются самые свирепые горцы, которые делают самые лучшие не только в мире, но вообще во всей Америке как бы алкоголь. Потом за Бурбоном закрепилось очень нескоро такое официальное название. До этого он назывался кентукским виски или виски округа Бурбон. И вот только в 1964 году Конгресс Соединенных Штатов провозгласил Бурбон и одним из национальных достояний Соединенных Штатов и вообще главным напитком Америки. Но имеется в виду спиртной напиток. Саша, здесь тоже на самом деле есть небольшое лукавство в виске, потому что на самом деле есть два вида написания виски. С-К-У-Ай это только шотландское виски и С-К-И-У-Ай это ирландские виски. Бурбон не виски, а вискей. С одной стороны, ну, есть легенда, что было принято название виски, потому что в США много выходцев из Ирландии, да, много ирландцев. Но с другой стороны, употребляя виски вместо виски, не вступаешь в конфликт с Великобританией. Так что здесь тоже тонкости есть. Тонкости в таком серьезном деле, как вроде, как я сказал, в одной бутылке, когда смешиваются национальная гордость и спиртное, этого не избежать. Ярослав, вот вопрос к вам. Ну, где-где в Европейском Союзе все такие вещи, от шампанского и прочих горячительных напитков до там майонеза, всяких пасты, хамонов с пармезанами, точно должны быть разрегламентированы и прописаны в тысячах, наверное, законов и нормативных актов. В Западной, или в Центральной, или в Восточной Европе. Ну, за исключением, может быть, Балкан. Вот скажите, сейчас таких особых войн на этих полях не ведется, или я не прав? И, кстати, вот не раздражает ли потребителей, не напрягает ли производителей вот вся эта забюрократизированность? Ведутся эти войны, естественно. И, более того, это, в общем, совсем недавняя история. Они поутихли только, я бы сказал, с началом эпидемии ковида. Потому что до этого конец прошлого десятилетия ознаменовался достаточно бурными столкновениями внутри Европейского Союза на этой почве. О чем я говорю? Не только и даже не столько о брендах, хотя и здесь есть о чем поговорить. Раз уж мы сегодня начали и продолжали наш разговор о спиртному, только один пример приведу. Нам, здесь находящимся в данный момент в Праге, близкий, поскольку это напиток, который традиционно в Чехии назывался ромом. Хотя, конечно, к рому он такому традиционному, латиноамериканскому, например, рому, он отношения не имеет, он не производился из сахарного тростника и вообще по вкусу, скажем так, серьезно отличался, скажем мягко. Свят, свят, я знаю, о чем идет речь, больше не пробовал. Вы знаете, разные, как ни странно, есть. В последнее время стали выпускать и нечто приемлемое. Ну, бог с ним, не об этом речь. Речь о том, что вот по мере разработки законов, европейских норм, дошло дело и вот до таких национальных, так сказать, напитков и некоторых видов продуктов питания, которые было Брюсселем решено, что следует переименовать, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Вот этот самый ром чешский, его принудили в каком-то смысле переименовать в туземак, потому что официальное название было туземский ром, то есть как бы местный ром. Сейчас его официально называют туземак. И нет никаких проблем, это тот же самый напиток, кому он нужен, он его всегда купит и употребит, но название другое. То же самое произошло с другим чешским же продуктом, которое всегда называлось помазанковое масло. Это такое масло с привкусом, не знаю, с чесночным или с какой-нибудь травки, укропа, я не знаю, чего угодно. Но маслом по европейским нормам этот продукт называться не мог, потому что там вот есть вот эти примеси, технология немножко другая. Но это мягкий сыр, скорее. Ну, это что-то среднее, на самом деле, сложно сказать. В общем, такой вполне пристойный молочный продукт. Так вот, у него отобрали слово «масло». Теперь это произведение кулинарного искусства именуется просто помазанковое, без существительного. И в таком виде продается в чешских магазинах, ну, ничего. Но есть более серьезная вещь. Торговая фактически, ну, не война, но конфликт, который велся по поводу вполне устоявшихся продуктов, очень широкого их ассортимента, от, не знаю, от йогуртов до консервов некоторых, между Западной и Центрально-Восточной Европой. Возникли со стороны так называемых новых, ну, какие они новые, из 2004 года, членов ЕС, претензии к тому, что качество этих продуктов, абсолютно одинаково выглядящих, находящихся в одинаковой абсолютно упаковке того же производителя, но распространяемых на их рынке, заметно ниже, чем качество тех же продуктов, продающихся в Западной Европе. Были проведены целые исследования, и в результате этих исследований я приведу только одну цитату. Сравнивали продукты в Австрии и в Венгрии. Половина продуктов, нескольких десятков наименований, испытанных австрийских, была лучшего качества. Например, в Австрии вафли были более хрустящими. Вот эти самые сыры плавленные, и то, что мы говорили, так сказать, намазывающиеся на хлеб, мазались лучше, чем продающиеся в Венгрии. И, наконец, один из супов в пакетиках побил все рекорды, потому что почти в два раза больше фрикаделек было в австрийском его варианте, чем в венгерском. Венгры, конечно, очень обиделись. И вот это исследование было положено на стол членами Еврокомиссии, и в 2018 году было принято решение, что контроль будет ужесточен, и те производители, которых поймают на недобросовестном, так сказать, изготовлении товаров для разных рынков будут подвергнуты жестким штрафам. Честно говоря, не знаю, подвергся ли уже кто-то, но вот такая... Качество не изменилось. Евроскептиков это явно должно все раздражать. Ну какого черта? Кто там лучше мажется на хлеб? Такой... Нет, наоборот. Наоборот, это раздражает, но как раз в том духе, что это служит дополнительным аргументом. Вот смотрите, Евросоюз еще проклятый, сам уписывает качественное масло, а мы мажем на хлеб какую-то ерунду. И фрикаделек у них в два раза больше. Друзья, посмотрите, я недаром в начале нашего выпуска заметил, что фурор это вызвало у всех, у нас это тоже вызвало. Смотрите, какой прилив эмоций и интересных каких-то рассказов. Мы уже ограничены во времени, поэтому предлагаю при случае как-нибудь еще раз поговорить о том, какие еще более яростные споры и даже войны ведутся, в общем, за пределами, я бы сказал, западного мира, обсуждением которого мы сейчас ограничились. Там можно будет поговорить и о войне за пахлаву между Грецией и Турцией, за хумус и фалафель, между Израилем и арабскими народами, в основном ливанцами. Да, о недовольстве историческом мексиканцев кулинарным термином текс-мекс, например, потому что что значит текс-мекс? Текс-мекс это все одна Мексика, по мнению, по крайней мере, современных мексиканских таких мыслителей. Ну и я могу вам в будущем рассказать о великом споре из-за рисовых блюд между Малайзией и Индонезией. Итак, это был Атлас Мира. Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, предлагайте темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева. В гостях у нас сегодня была наша коллега Ирина Лагунина. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте. До свидания. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода.